Столица завершена подготовка учреждений образования физической культуры к осенне-зимнему периоду. Около 90% системы отопления жилфонда столицы готовы к отопительному сезону. Соответствующие работы проведены повсеместно, за исключением нескольких учреждений, где в настоящее время ведутся ремонты. В ходе аппаратного совещания в госадминистрации Террасполя замглавы города по вопросам ЖКХ рассказал, что работы по подготовке учреждений образования физической культуры к осенне-зимнему периоду планируется завершить уже на этой неделе. Системы заполнены, учреждения готовы к пуску теплоносителя. Таковая же ситуация довольно-таки стабильная по городу. В нынешний момент порядка 89% систем жилого фонда по городу заполнены водой. Есть еще незначительное количество объектов, где ведутся ремонтные работы ГУП Террас-Теплоэнерго, но, я так думаю, начало октября работы будут практически завершены, и ГУП Террас-Теплоэнерго будет готов к получению приказа на пуск теплоносителя. В ходе совещания поднимали много вопросов о минувшем землетрясении, которое, к счастью, не повлекло негативных последствий в республике. Обсуждали также исправность лифтового оборудования. В городе займутся его проверкой. Ситуация пока у нас в городе стабильная, но, тем не менее, мы иногда напоминаем нашему предприятию ГУП Террас-Лифт о состоянии об аварийности в наших соседях, в частности России, в Украине, Молдове. Поэтому мы акцентируем внимание наших технических служб о проверке лифтового оборудования по всему городу. Еще одна тема, поднятая в ходе аппаратного совещания – предстоящая сельхозярмарка. С учетом возрастающего числа участников, столичные власти решили организовать торговлю на большей площадке. Вот одна из таких новых площадок станет площадкой по переулку Христофорова от улицы 25 октября до улицы Карла Маркса. Это район телевидения ПМР, чтобы было понятно, заводов Каченко бывшего, либо российского консульства, кому как удобнее будет понимать. Соответственно, ярмарка будет проходить на новой площадке. Время проведения то же самое, желающих участвовать приглашаем всех. Соответственно, дальнейшее проведение ярмарки будет корректироваться. В связи с тем, что количество желающих только увеличивается, поэтому мы вынуждены приходить к этим корректировкам. За это просим сразу извинения, что не всегда получается провести там, где было намечено ранее. Как обычно, торговля начнется ранним утром в субботу. Свою продукцию представят более сотни преднестровских производителей и не только.